Портал Инсургент Панк ОТОН с нами, группа Ничего Хорошего. Всем привет, ребят, спасибо большое, что пришли на концерт, очень рады вас видеть. Недавно было ваше выступление, как эмоции, как ощущения? На самом деле, еще не отошли от выступления, но все было очень классно, народу много, поэтому мы довольны. И самое главное, наши лучшие друзья не пришли, поэтому выступление состоялось. Думаю, что все приходят, все поддерживают. Расскажите о своих творческих планах ближайших. Ну, как обычно, играть, угорать, веселиться. Потихоньку делаем новый альбом, но неизвестно, когда он выйдет. В этом году или уже в следующем? Вообще-то за годой даже боимся. Просто пишем материал, он есть потихоньку. Сколько песен в новом альбоме будет, ну, планируете? Ну, готово уже три, точно. Три уже готово, а там посмотрим, сколько для полноценной картины, когда будет уже представление. Прям не хочется даже загадывать, потому что некоторые группы пишут прям по альбому в год. Они очень продуктивные, мы, видимо, не такие классные, не такие продуктивные. Сделать прям аккуратно, чтобы все было очень хорошо, чтобы было в плане ничего хорошего. Самый какой-то запоминающийся момент, возможно, с выступлением, связанный в этом году. В этом году? Да. Но в этом году еще такого, в принципе, ничего радикального не было. Все как обычно, как бы, потихоньку концерты закрывают. Ты же знаешь, наверное, то, что... Да, вот, кстати, по поводу этого... Всяким рэперам, там, айспик и так далее начинали закрывать концерты. А у нас это было еще лет 10 назад, когда это не было мейнстримом. А никто об этом не слышал. То есть все ребята ездили, играли совершенно спокойно. Нам начали закрывать еще концерт еще лет 10 назад. То есть вчера мы, допустим, должны были играть в Калуге, но ФСБ концерт закрыли. Вчера? Вчера, да. Именно вчера, да. Поэтому, как бы, самое главное, надеюсь, что мы сможем играть. Вас как-то предупреждают владельцы клубов о закрытии концерта, что с ними связываются с ФСБ, или как это вообще происходит? В день концерта чаще всего. Прямо вот вы приезжаете и вот закрыты... Ребята! Либо нам закроют бар, либо мы закроем ваше выступление. Как-то вариант перенести в другой клуб уже не получается. Были возможности, там, допустим, в Краснодаре у нас вообще было... Была такая история, но там еще подключились всякие фанаты, правые парни. И в итоге нам сменили 4 клуба. На 5-й, в котором они согласились провести концерт, просто организатору клуба, хозяину клуба обрезали трубы. С холодной и с горячей водой. Да? В день концерта просто на нее клуб был затоплен. Затоплен прям? Ну, подвальное помещение было. Ну, извините. Поэтому весело, весело. Получается, сколько у вас за год таких второванных концертов? Ну, вообще, у нас как-то был хороший год. У нас было 75 концертов. Из них, наверное, 25 было закрыто. То есть, одна треть. Одна треть. Как-то так. Как минимизировать такой вот неприятный момент, как закрыть отмена концерта? Да, в принципе, от этого никто не застрахован. Если то, что самое ФСБ прицепилось, то все, так и будет дальше. И нужно получать галочки. Возможно ли как-то не афишировать название клуба, где будет концерт, чтобы потом уже, ну, в день мероприятия или за день до мероприятия уже оповещать? Концерт будет там-то-там-то, чтобы ФСБ не... Нет, все возможно, конечно. Но боюсь, что у них у всех есть уже доступ ко всему, ко всем ресурсам. Поэтому это будет бесполезно. В те города, где были отменены концерты, вы как-то, ну, приезжаете, потом уже пытаетесь все-таки провести? Мы в любом случае стараемся доехать до города, а потом уже там на месте решаем проблемы. Один раз у нас был в Казани, нам отвезли также концерт, и ребята, местные организаторы, они просто принесли концерт в баню общественную. ФСБ, они как-то с вами пытаются договориться? Денежные какие-то там... Нет, для них денег не нужны. Они же получают по галочке свои, по гонщике и так далее. То есть в прошлом году ко мне в Петрозавод приезжали домой с обыском из Москвы ФСБшники. Из Москвы прямо ФСБшники приезжали? Да. То есть все настолько весело. А что они искали? Надо у них спросить. Но суть в том, что у меня дома есть авторьер, здоровенькие, классненькие. Им пришлось сначала показать все документы, а потом я закрыл его в ванной. И там было два ОМОНовца. Один стоял два часа, держал его в ванной. В ванную они так и не зашли. У меня там мог быть гранатометом, кокаином, героином, все что угодно. То есть туда они не попали. А на самом деле, ну что, ребята просто делают свою работу, но так как они не хотят работать нормально и ловить действительно преступников, они цепляются всяким рокером и так далее, чтобы получить свои погонщики, галочки-палочки. Я не знаю, как у них там называется. Они как-то обоснование дают, что? По такой-то какой-то причине? У них есть приписание суда, пензейского. Допустим, у меня был обыск, а приписание суда было из Пензы. По поводу того, что у меня, допустим, есть друг ВКонтакте. Я говорю, ребята, у меня там 5 тысяч... По поводу того, что у вас есть группа ВКонтакте к вам... Друг, друг. А, друг ВКонтакте. Я говорю, у меня там 5 тысяч друзей ВКонтакте, вы можете ко мне в течение года по 10 раз в день приезжать. И что, у вас есть друг ВКонтакте, получается? Который где-то там был что-то замешан, поэтому вот мы приехали к вам из Москвы. Наверное, не порабачить хотели, мне так кажется. Кошмар просто. Есть, есть. Это, получается, продолжается уже на протяжении... Скольких лет? Ну, с 2007 года. Просто перед нашим концертом в 2007 году... То есть в этом году активизировался-то больше? Нет. В том себе дело, что, типа, в этом году это стало массово. Все начали обращать внимание на концерты рэперов, там, Хаски, Айспи, там, и так далее. А у нас это реально продолжается нын давно. То есть вот такие дела. Ближайшие ваши концерты где будут? Завтра мы будем играть в Калининграде. Я надеюсь, что все получится. И потом до конца года, наверное, будем готовить материал. Сыграем один концерт заключительный в Тетрозаводске. Если все получится, в следующем году выпустим его материал, пойдем опять с большим туром. Урал. Наверное, юг России. Ну, естественно, в Москву заскочим. А самый дальний город, где вы были в туре? Получается, от Мурманска до Симферополя, от Кронштадта до Екатеринбурга. А сколько городов в туре? Ну, то есть в хороший год бывает 75 концертов. Когда вы приезжаете в новый город, вы там после концерта остаетесь как-то, ну, на пару дней, или сразу в следующие города ездите? Если есть возможность, то, естественно, мы остаемся. Ну, посмотреть город, пообщаться. Да, да, конечно. Тем более, если мы приезжаем в этот город не первый раз, то очень нравится пообщаться с друзьями, посмотреть сам город, повеселиться. Всегда за это. Путешествия бесплатно. Как публика вам в разных городах? Никогда не было, в принципе, проблем таких особых. Всегда все добродушные, все весело. Рок-н-ролл КБ, он каким был, там, много лет назад, он таким и остался. То есть для ребят это каждый день праздник, когда они ждут, грубо говоря, несколько месяцев концерт. Приезжает группа, они прям полностью отдаются, они полностью добродушные. Там проблемы возникают очень редко какие-то, очень. Вы довольны концертным? Да, очень. Я вот хотела спросить у вас еще, как давно вы поняли, что хотите заниматься музыкой? Ну, меня мать, наверное, во втором классе покрасила выраженный свет. И купила гитару первую. А чем? Хно еще. Тогда не было ничего другого. На самом деле, я здесь увидел, как бы отыграть на гитаре, все девочки смотрят, ага, вот, вот что мне нужно. Сколько времени уходит на ирокест на ваш? Ну, 20. Минут 20? Серьезно, да. И он будет стоять еще там уже. А чем украсите? На профессиональной краске сейчас уже. Они более такие яркие. Девочкам нравится, они трусики кидают. Часто бывает. Так сказать, подсвет. А у вас сколько времени уходит? На ирокест? Часа полтора-два минимум. А у вас? Минут 20-30. На этот раз делали больше часа. Поставила ирокест, волосы резали, все потихонечку. То есть час ушел? Да, вот, до сих пор волосы валяются. Профессионалы не делаются, профессионалы. А так вот, как это получится. В смысле профессионалы? А, ну вы приходите к кому-то и они уже... У нас в Петро Заводске есть свои ребята, которые сделали свою студию дизайна волос, которые помогают нам и делают вот все неформальное по краске разных видов, по ирокезам. Вот все захочешь, все что сделают. Допустим, я здесь сам себе ставлю ирокест. Поэтому там у меня... Вам уже 20 минут и... Да, ну, я вот пришел, все за 10 минут поставил, пошел дальше отдыхать. Это как дома, там, ночью приходишь к девушке, 20 минут, все, поставил дальше. Какие пожелания у вас для ваших поклонников? Главное, приходить на концерты и поддерживать публику. Счастье, радость. Мы со всеми встретимся, со всеми сфотографируемся. Главное, чтобы было весело и угарно. Что мы и продвигаем. А как? А как? А как поклонники реагируют? Вот у вас отменили концерт. Я понял, о чем ты говоришь. На самом деле, в большинстве случаев это происходит очень адекватно. Люди понимают, что не мы в этом виноваты, не организаторы, а просто вся система. То есть, бывает, когда некоторые индивидуумы, которые просят там деньги и что-то, блядь. В большинстве случаев ребята просто поддерживают и оставляют все, как есть. Ну, он не состоялся в конце. Хорошо, главное, ребята приехали, мы с ними общаемся, тусуемся, все, как есть. А, ну, раз вы приехали в город, вы уже потом с ребятами... Конечно, конечно. Всегда розы. Фотки, автографы, вот это все. Конечно, конечно, я просто. Мы же обычные люди, как и все, как бы. Поэтому мы всегда за. Расскажите, какие у вас любимые музыканты, которые повлияли на ваше мировоззрение, на ваше желание стать музыкантом? Уз российских это вот Руслан Поген. Ну, в основном, Руслан, он молодец. Он столько лет занимается тем, что ему нравится, как бы, не обращая ни на кого внимания. Кто бы его за что там не хейтил и так далее. Но у него есть свое мнение, он верен себе, и это классно. Винк-182, Реймондс, Блэк-Сэббат. Люблю разную музыку и продолжаю заниматься. Какую музыку любишь? Хорошо. Хорошо. Вопрос был еще, во сколько лет вы решили стать музыкантом? Что-то ваше, вот, вы уже ответили. Давай, 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 говори, говори. Ну, я сам молодой в группе, так оказалось. 19 лет, занимаюсь музыкой 14 лет. 7 лет отыграл в оркестрах, занимался тоже разными проектами, синтетическую музыку играл, классическую. Ну, и вот потихоньку-потихоньку привел меня в панк-рок, в который чувствую себя как дома. В других стилях не чувствую себя как дома? Нет, почему? Продолжаю играть, просто я меньше времени уделяю на это проекты, потому что это очень сильно развивает. Когда ты, например, вот играешь панк-рок, потом немножечко классики с большими оркестрами, с которыми играем по всей России, также немножко там синтетики с другом вдвоем, в гараже где-нибудь. Потому что абсолютно все по-другому идет. Ой, ебаный в рот! Я музыкой занимаюсь давно, но мало. Если просто суммировать часы, как бы, то дай бог, я цены выйдет года 4. Года 4? Года 4. Если суммировать часы, которые я прыгнул за барабаном, это года 4 будет. Как решились? Подвигла группа Guns N' Roses импульсивное поведение на сцене, вот после этого я решил заняться музыкой. Я еще здесь заболевал, что никто не видел. Ты говоришь, что меня никто не слышал, блядь! А? Какие-то моменты на концертах у вас были? Ну, аппаратура отключалась, либо, ну, что-то... Постоянно народ прыгает по сцене, совершенно выдирается шнуры и так далее, но... Вот народ, они запрыгнули на сцену, они начали прыгать, сломали что-то... Не только за, за это, для того, чтобы с людьми быть проще, чтобы не было такого... Типа, да, на нас не сильно напрягает, просто бывает, иногда кто-то слишком пьяный заскочит, вышибает шнуры и так далее. Но в панк-роке, типа, главная атмосфера, которая происходит. Поэтому народ это чувствует, как бы, и особых проблем в этом, как бы, не бывает. Например, у нас в городе мы на некоторые песни зовем просто практически весь зал на сцену, и для того, чтобы каждый почувствовал себя с этой стороны, чтобы всем было весело, все чувствовали, что мы равны, играем одно. Ну, да, как раньше было в 70-х, потому что сцены даже не ставили, то есть была прямая линия, не было отличения между залом и музыкантами, и мы за это поем. Классно выступать в больших залах, классно. Но если народ выбегает, мы не против. Абсолютно. Это энергетика. Самый яркий какой-то момент, позитивный за этот год? За этот год? В этом году мы ездили играть в тур с группой Кожелтис. Это было круто, когда в 5 утра мы на полярном круге пили водку. Потом на коляске везли нашего макариста, потому что он уже неигменяемый. На коляске? На инвалидной коляске, да. На этом мексиканские, видимо, приколы были. Можете вставить там фотографию? Есть, найдете. Просто цинь! Должен появляться цинь! Откуда инвалидная коляска появилась? А мы не знаем. Треш, угар, веселье. Мурманск. В отеле, в отеле где-то взяли ее просто. Как собираетесь в Новый год праздновать? С родителями. Это спонтанно. Как раз праздновать, как пьяное, весело, довольно-то. Да, не петиции, нет. А как часто репетиции проходят у вас? Следующий вопрос! А бывало такое, что кто-то из вас переборщил с алкоголем? У нас, у нас есть правило, что мы пьем только пиво перед концертом. Поэтому, в принципе, все нормально. Только пиво? Только пиво. У нас по-другому все это идет. До концерта только пиво, поэтому, в принципе, все нормально. А после концерта уже можно треш, угар? После концерта все, что угар, но там уже силы остается. Ты выпьешь и даже спай деньги. Ребят, огромное вам спасибо, что вы пришли на концерт. Мы очень рады вас видеть, КБ. Надеюсь, вы остались довольны. Самое главное. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ссылочка в описании. Не забывайте про колокольчик.